Девушки отдыхают Великолепные игры, как Сеттларс или Зевс и Посейдон Замечательные стратегии с упором на экономику, развитие, население и инфраструктуры Однако в 2009 году Ubisoft выпускает игру под названием Anna 1404 Где предлагает нам по-новому пересмотреть свой взгляд на экономические игры Поставив перед игроком полную симуляцию создания города А вот теперь эта легендарная игра перекочевала в онлайн И сумела заработать титул лучшей браузерной игры 2013 года Называется она Anna Online Запускается в окне браузера и глянуть на нее я сегодня и предлагаю Не буду кривить душой, если скажу, что для меня экономические стратегии всегда были любимейшим жанром Тут не нужно ни с кем воевать, кому-то что-то доказывать, воротить политические интриги и так далее Перед нами поселение и народ, который нужно вести к процветанию от Хибар до красивейшего города Хотя Anna Online предложит сразу несколько островов и нужно готовиться поднимать уже чуть ли не целую страну Все начинается с малого Первые хижины, первые будки дровосека, первого рынка Народ у нас вначале неприхотливый Есть кусок хлеба и крыши над головой, ну и ладно И нам вначале просто, строительных объектов мало, ресурсов тоже раз-два и обчелся Контролировать все легко Но с каждой новой хижиной, с каждым новым объектом население растет Растет ваш уровень и наконец растут требования горожан На ваших глазах будут открываться новые постройки и горожане требовать все нового Вот им сначала доски подавай, потом шерсть, потом вино и так далее А зона действия каждой из сферы услуг строго ограничена Конечно, потом будут открываться улучшенные версии строений Например, средний рынок охватит куда больше число домов, нежели малый Ну и мест он будет занимать больше А куда его засунуть, если места нет? Задачи игра ставит перед игроком постоянно Как сделать, чтобы все были довольны? Как правильно распределить здание? Наконец, как избежать не только дефицита, но и переизбытка продукции, которую девать будет просто некуда? При этом нужно помнить, что богатство зависит напрямую от налогов с населения А значит население нужно увеличивать А как его увеличивать, если денег нет? Порой попадаешь в такой замкнутый круг, что казалось бы не видно выхода А тут вдруг озаряет А снесу-ка я это здание и построю вот это И опа, баланс найден Ну ненадолго, через 5 минут опять какой-то мини-кризис назревает Утопии тут и не пахнет Хотите сделать мир мечты, придется думать, думать и еще раз думать Порадовало, что в игре нет новомодных апгрейдов Когда каждое здание можно улучшать почти бесконечно Конечно, улучшения тут есть, но они зависят от многих факторов Хотите улучшить дома? Пожалуйста, соблюдайте все условия горожан Такая система очень нравилась в игре Зевс и Посейдон Готовьтесь к тому, что горожане элитных районов так зажрутся, что будут докапываться даже до отсутствия сада возле дома Из Сеттлерса игра потянула систему взаимосвязи Когда, чтобы что-то сделать, нужно провести целый ряд предварительных манипуляций Сначала строится ферма, потом поля, потом цех переработки Это одна из простейших схем Я уже не говорю, что к каждому зданию нужно дорогу подвести Причем, чем лучше дорога, тем быстрее перевозка грузов Но сейчас вы, скорее всего, подумали Столько строений, тут наверняка есть неплохой донат Есть Мало того, купить можно очень-очень много Ресурсы, здания, даже элементы декора Но магазин рассчитан только на торопык Кому не терпится отстроить все очень быстро Однако отстроить быстро это не проблема Но такой строитель может влететь в такой дисбаланс Что потом долго вылезать из экономического кризиса Например, купит много-много шерсти, но не позаботится о производстве А она скоро кончится И приплыли Либо закупай еще, либо пересматривай экономику и производство А народ в это время нервничает, волнуется Начнет переделывать производство Но ведь тут все взаимосвязано И можно легко разрушить снабжение другими ресурсами В общем, даже при наличии возможности купить все быстро Стоит подумать, а нужно ли покупать И на чем это может отразиться в итоге Кроме отличной экономической модели В игре порадовала и графика Очень приятные ландшафты и сооружения Смотреть на которые не надоедает Ну а музыка вообще волшебная Эдакая релаксация Хотя игра и создана для релаксации Если, конечно, не спешить и все заранее грамотно делать Воевать тут не нужно Армии нет Есть гильдии, но они пока только для галочки Хотя разработчики обещают специальные задания для гильдий Кстати о заданиях Один на один с целой нацией вас не оставят На остров постоянно кто-то прибывает и дают задания Например, кардинал потребует постройки храма И будет постоянно давать поручения, связанные с духовенством Что до социальной системы, то можно пообщаться в чате И посетить острова друзей А в целом мы имеем очень качественную экономическую стратегию Не пугайтесь, что игра браузерная Это ее тут не портит абсолютно Любителям подобных стратегий настоятельно рекомендую попробовать Ведь игра носит титул лучшей браузерки 2013 года не зря Ну а тем, кто не готов столкнуться с социальными проблемами А предпочитает войны Тут делать однозначно нечего А на этом все Вы смотрели обзор игры Анна Онлайн С вами был Кенат До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok